всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest так давай-ка я зайду на тренировку и заберу нашу команду замечательно так значит ничего у нас там не улучшилось соответственно мы отправляем его далее так пускай идут блин долго не конечно мне тренируется если честно так здесь мы получаем 18 карточек на друидку и плюс два замка садник на журавле и плюс 10 тысяч с половиной монет так новый сезон новый сезон высшая награда это у нас будет толкатель толкатель по-моему нам нужен толкатель ребята у нас не прокачан вот и предлагаю опять же брать старую нашу команду квест завершён новый противник так хорошо новый противник ну как всегда у меня пойдет первым в бой фехтовальщик так почему в первый бой первый и последний мне кажется это будет у нас он всех накажет всех по очереди и рыцаря этого накажет ну и соответственно дойдет до замка и его в лохмотье все ребята аренушка так скажем прудина что-то у нас в магазине давай-ка глянем есть еще бесплатные так бесплатно да ладно крестьянин плюс один он у нас по фулке так на ежедневках теперь смотрим подожди ползун ползун по моему нам ползун нужен он у меня не полностью прокачен так ползун это у нас на захватчиков по-моему да да вот он ползун ребят 793 карточки нам как раз не хватает ну что же давай поехали значит здесь крестьянин и точнее это наше да это наше то что нам доступно против ползуна и зомби камикадзе и зомби камикадзе значит ну куда ты ну куда ты летишь а такс давай поехали 1 2 взрывайся там быстрее окей так здесь прибавочку сделаем так фаербол может быть лупануть что скажешь сейчас лупанем нормально так давай-ка еще возьмем немножечко энергии а блин ну как вы долго там бомбите как удобно ой 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 всех всех раскромсали понимаешь всех абсолютно так ну что я жду очередного друзей моего фаербола чтобы лупануть туда как следует да ты заколебал уже зомби ну ай как не вовремя все ребята а чё-то он рухнул я даже не знаю почему видимо когда мы ударили он воспламенился что ли потом со временем догорел так 23 карточки на ползуна ну что шикарно друзья мои шикарно продолжаем как говорится будем полностью идти на добивку опять же здесь очень многое зависит от нашего фаербола потому что основные вот эти наши бойцы они наносят минимальный урон в основном все идет от фаербола если ты хотя бы разок или другой промахнешься фаерболом это тебе ничего хорошего не сулит поверь мне вообще ничего хорошего не сулит и вот здесь вот ребята этот крестьянин несмотря на то что он мелкий и щуплый он здесь очень хорошо вручает он вручает именно от зомби то что вот когда он взрывает вот здесь конечно парши о вот вот об этом ребята я вам говорил вот этот промах может мне очень сильно сказаться ну это что такое ну что это такое ребят ну ну это не серьезно да ну чё там отнимает по 3767 очков это фигня поехали вот вижу замок все-таки ребята горит вот почему у нас причем горит он тут очень хорошо если под ним короче пламя образовывается вот как ты меня бесишь ползун тут еще несчастный но в принципе да есть шанс что мы пройдем давай еще удар еще удар просто нанеси есть превосходно все-таки ребята мы справились ну что продвигаемся тогда далее здесь у нас уже немножко меньше будет 13 карточек на ползуна и в конце по моему нам всего лишь будет доступно 8 карточек на ползуна поехали да 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 я готов по старой схеме все по старой схеме даже можно если честно наверно на ускорение на таком на небольшом блин давай крестяшка беги твое наливочит немножко немножечко что-то подпортилось все у нас не так как я хотел теперь фаербол чем больше мы нанесем урона тем лучше будет ну тут ну тут конечно да как специально все видишь он периодично выпускает одного зомби двух ползунов он 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 горит горит замок ну что остается еще там пару ударов и все в принципе есть забомбили ну что по итогу мы с тобой прошли это событие событие естественно повторяется у нас периодически и 8 карточек на ползуна как я вам говорил мы зарабатываем так отсюда можно выходить и приступ так квест-квест выполнили квест и можно приступать к прохождению так у нас уху-ху-ху это только начало да понятно нам тут нам тут воевать воевать значит так молотильщик щитобот и на робот молотильщик щитобот и робот ну здесь наверное нам понадобится ну можно этой командой конечно меня молотильщик смущает здесь меня смущает здесь блин этот молотильщик хорошо давай рискнем этой командой попробую молотильщик почему он не смущает ребята он со своей циркуляркой очень хорошо косит моих бойцов ищет то что сейчас вот произошло он опять же отдупился и выпустил циркуляру сейчас будем выпускать давай ну на это и был расчет чтобы массово бомбануть их сразу здесь так прекрасно пока идет все очень хорошо такие корни она выпущу так это у нас джаггернаут тут ходит ходит бродит понимаешь ли что-то мне подсказывает что сейчас будет победа есть конечно он не упустит пилу дряни дайте я корни выпущу достали не там уже в корень вот этот вот таракоша хорош ребят но он такой медленный ты представляешь пока дойдет до замка чтобы ударить тысячи лет пройдет понимаешь всех подкосили молодцы ну дайте вы один зал по замку то есть это это знаешь кто это ползун докатился и взорвался предпоследний этап е-мое опять же здесь этот молотильщик плюс еще хилл бот там у нас хилл бот если он будет отправлять а он будет отправлять вот сейчас потому сзади да вот 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 начинается так здесь нам еще тогда понадобится наша ниндзя давай руби в плане а кто это а кто его оттолкнул то корни корни срочно выпускаем давай таракоша еще один так заморозку сделаем ну нормально я ненавижу когда они так вот в кучу встают давай молотильщик ой молотильщик ползун конечно же какой молотильщик может быть только ползун ползунок по-другому не скажешь вот это я понимаю вот сейчас хорошо тут пропекли мы их давай этого хилл бот встал такой а че мне делать кого хилять никого не вижу ну я дуплился короче а мы с собой спокойненько здесь отдубасили спокойненько уже бомбим бозенку давай так еще сделаем все кто бы там не вышел получает от нас по полной программе и в конце все таки мы разбомбили замок нашему противнику так ну что двигаемся дальше это у нас уже последний здесь этап термин 9000 ребят шутить с ним я не советую поэтому берем с тобой топовый наш отряд почему топовый ребята за счет ульты за счет ульты я его обычно наказываю нет бывали моменты когда мы такс подожди вот это вот мне не нравится он молотильщиков узел первым сейчас попробуем его отказать можно в принципе ронина еще позвать на помощь если бы он еще бежал бы нормально тронин так джиггернаут появился да блин он еще и отхиливается слушай такой расклад меня не устраивает ронин это бы хоть раз бы выбежал бы прямячком а черт термине термин даже даже не показался ребят просто просто на испуге сидел ну-ка что у нас тут так хилл бот щита бот и бомбер мы переходим с тобой на долину поданных где встречает нас паладин с грифоном паладин с грифоном значит будем но в принципе да этот отряд вполне годится а значит интересно почему здесь на первом этапе я участок подумал почему паладин с грифоном не крестьянин с паладином а именно паладин с грифоном мне вот что-то немножко как-то напрягло если честно почему они сразу стопчика начали вот это для меня что-то непонятно кстати так ну грифон что он может сделать он может сейчас свою душу отправить что не очень бы хотелось нет ничего тут не отправлял давай выпускаем корни корни действует только на паладина на грифона корни вообще бесполезно потому что он летающий юнит и соответственно он не получает но это мало кого волнует когда ты уничтожаешь этот замок в щепки так вас еще завершили какой-то лавина одержать победу в пяти битвах подряд это было самое простенькое что я тебе могу сказать поехали далее здесь прибавляется жрица джирицу но она тоже самое она как и хилбот она без поддержки ничего не может сделать она не хиляет она точнее она не атакует ничего не делать просто тупо стоит смотрит как баран на новые ворота а что же там происходит а враг ко мне идет а я а я и сделать ты ничего не могу да надо дуплиться ну что-то типа того секрет дачу ты чё подставил ты меня таракуша ох как ты меня подставил сейчас он просто окаменелый ниндзя моя выбежала вперед вы соответственно дуплилась так давай-ка сделаем таким вот образом не ну так дело не пойдет вон она стоит это жрица и и отхиливает а он второго грифона позвал уже слушай это не дело вообще не делал правильно ниндзя выжила слава богу так грифончик ничего здесь сделать не смог правильно свою же хилку взял уничтожил молодец красавчик так бы почаще бы а грифон честно выпустит до свою эту нет ничего не выпускает и это круто вот он пошел прогрессик прогрессив атак ну добили ну что же мы красавчики а враг лузер ну что последний поединок у нас на этом отряде хотя возможно когда мы еще поиграем за других энергия может еще и накопиться кстати об этом тоже не стоит забывать так друзья мои на втором канале сегодня выйдет заключительная серия по black тейлз так что если кто смотрел может смело заходить и смотреть единственно что успеется ли она ли она загрузится вот в чем вопрос а так она уже готова так а у него че здесь грифона нет что ли я не понял у него нет у него фехтовальщик тут блин хотел спросить а где мой таракоша мой таракоша в штаны наложивший идет он позади всех вот где мой таракоша молодцы ниндзя запинали этого супостата так ему и надо и фехтовальщика туда же всех про отца да и здесь вот уже одержали нашу очередную победу так предпоследний этап энергии к сожалению здесь уже не осталось может быть взять этот отряд но в принципе ребята можно только вот и знаешь чтобы я хотел сделать наверное заменить зомби камикадзе зомби камикадзе я хочу вместо него поставить вместо зомби камикадзе я хочу поставить ну я даже не знаю чё я хочу поставить может быть тыквоголового у нас потому что здесь все равно нету да действительно у нас нету здесь дальников поэтому тыквоголовый здесь будет наверное все таки лучше давай поехали тем более тыквоголовый очень хорошо бьет легких юнитов такие как маг ну и ему же подобных марика там летучие мыши что летят вдалеке или это да это летучие мыши я думал начали чайки а потом плом какие нафиг чайки они даже не похожи на чай так зачем я вот это сделал блин щитобот что-то как-то немножко неправильно я сделал так во первых нужно подтянуть жрицу сюда к нам потому что она сейчас тут ох еще и этот вышел ты посмотри как он посмотри его этот радиус стрельбы офигеть просто на зато он ватник да оказался вот тыквоголовый начинает шпарить мне нравится что он вот да именно он поджигает землю это круто на самом деле потому что это дополнительный урон по юнитам иди сюда якать то мне пишешь замок горит а мы прекрасно видели что огонь наносит урон дополнительный так что я тебе скажу что от него намного больше пользы я думаю здесь я ничего не буду менять вот в этом отряде то есть он у нас как пойдет так и пойдет можно было бы взять элитку но мне кажется что тихо 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 роднули тихо ты куда куда ты разогнался фехтовальщик ну понятное дело что он одеют дешевый поэтому быстро появляется как говорится на свет и бежит против нашей команды так вызовем ко всадника на журавле ну что ребята а как вы смотрите чтобы я на втором своем канале запустил какую-нибудь онлайн игру как он это смотрите если у вас какие-то предложения по поводу хорошей интересной онлайн игры напишите об этом пожалуйста в комментариях черепашки ниндзя до сих пор не починили я заходил смотрел я не знаю что это ребят за проблема проблема очень бесявая на самом деле так слушай палыч 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 ё-моё этот нам начинает штудировать магистр кислых щей все мы его запинали заморозка сразу всех и о-о-о вышел вышел у тырок мелкий сейчас мы его ушлепаем поверьте потому что я позвал другу к нам он раз мне ну согласись так вы голову это имба какая-то когда их особенно две штуки не просто просто рвут он подожгли замок он естественно горит он сгорает дотла все проще пареной репы так вы голову и просто запинали этого епископа который вышел даже пикнуть не успел как мы его в щепки разнесли но здесь ничего хорошего нам не выдали к вот нефритовая долина ребята самое как по мне бесявая почему так да почему да элементарно ребят потому что если у него здесь будет этот как его самурай стоп 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 ну ронин я имею ввиду нам будет плохо так мы оглушаем но что-то как-то вот вдвоем давайте запинывайте я хочу просто уже паладину призвать хотя бы одного есть ой 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 ой-ой-ой-ой жуть ты какая вышла Давай-ка, наверное, мы вот так вот притянем Ну Замечательно, хотя бы он свою душу Не выкинул Это уже большой плюс Это уже большой плюс Ураган И добивка Друзья, просто добиваем Вот, вот, ребята, стоило только лишь Поменять, как говорится Один юнит, и уже этот отряд Становится просто прогрессивным Вот здесь Мне немножко не нравится, потому что храмовый пёс Дешёвый, да, плюс вот этот вот Крестьянин, или как его там Копейщик, он тоже, ребят, дешёвый Поэтому они сейчас тут выбегут, начнут Буянить Вот они, сразу вдвоём И то, что ещё обидно, что у этого крик Он тоже, ребята, имеет Вон, видел какой радиус? Далеко он орёт своим этим лайем Может, таким случаем Просто задеть нам замок Давай-ка, притяжку сделаем Притяжку, оттяжку Эх, появился Нежданный гость Давай ещё одного Вот, видел? Почему, ребята, здесь хорошо иметь очень много Крепких юнитов Против вот души Ну и, соответственно, когда у тебя Ссадник на жаруле Он тоже, ребята, не получает урон Когда Тигр выпускает свою душу А вот, например Тыквоголовый Тыквоголовый здесь может Легко, ребята, отдуплиться Если он выпустит свою душу Но нам пока везёт Фартит И замок уже горит Всё В трубу В труху Прекрасно Третья миссия Ой-ёй-ёй Вот я вот об этом говорил Так Я вот об этом и говорил Ну что здесь можно сделать? Во-первых, нам нужен Такой отряд Вот, например, здесь Давай-ка мы Кое-что поменяем Во-первых, мы Вернём сюда Зомби-камикадзе Убираем отсюда Давай так сделаем Итак Здесь, значит, делаем Что? Возвращаем Зомби-камикадзе Это раз И Может быть Нет, пришельцы Дурга стоит у нас, да? Надо что-то такое Чтобы Молотильщика Может позвать Молотильщика Что-ли Позвать Или У меня больше идей пока и нету Давай попробуем Всё-таки Или пришельца Давай глянем Давай глянем Что у нас может Получиться Из вот этого отряда Тут Ронин Ещё раз повторяю Большущая угроза Это Ронин Ага Он вышел просто Ну-ка Он зарубит, наверное Мне кажется Причём довольно легко Он его рубанул Нет Это была идиотская Затея На самом деле Пришельц Очень дорого стоит Да тут Ускоряться можно Тут всё Чё тут Сделаешь Фига себе Они ещё и рубанул Да Вот такие вот пироги Вот такие пироги Нафиг пошёл Этот пришельц Только всё портит Тут ползун нужен Ползун И вот тогда будет Да, отлично Как же быть А ползун Ползун у нас уже Отыграл, да? Своё Да, он в этом отряде Своё отыграл Хотя Чё он отыграл? Подожди-ка секунду Мы же можем Его отсюда убрать Так Мы убрали отсюда Ползуна И например Добавим сюда Молотичка Так А вот в этот отряд В наш С которым пойдём Ползуна Например Добавить А Нифига, ребят Не прокатит Или прокатит Этот боится Изнурён Чтобы добавить Да То есть Я одну Единичку Энергии Потратил Для того Чтобы его Вернуть Ну хорошо Давай посмотрим Ага Давай Давай Начать Делаем так Выбежит Этот Истеричник Или нет Что Его не берёт Ползун Давай Клетку Ты видел Да Ронин Выбежал Естественно В истерике И просто Клетку Срубил На Раз Вот Вот так Вот он Делает Вот Такой Ребят Он Фокусник Так Камикадзе Всех Там Рвёт Всех Рвёт Я говорю Всех Рвёт Ё-моё Ну Ты Понял Карточка На Ронина Выпала Слушай Как-то Как-то Совсем Паршиво Прям Вообще По-идиотски Получается Не Ну Таким Азрянам Я Фиг Что Сделаю Потому Что Ну Откат На Джаггера Очень Долго Идёт Понимаешь Да В чём я Есть Хух С горем Пополам Ребята С горем Пополам У нас Всё Получилось Но Таким Отрядом Дальше Играть Нельзя Просто Нельзя Так Ронина Ронина Нету Раз Ронина Нету Тогда Я возьму Наверное Вот Этот Отряд Да Этим Отрядом Мы с тобой Нормально И шли Блин Ну конечно Здесь Ронин Когда в Истерике Выходит Ну это Вообще Просто Какая-то Лютая Жесть Тем более Он у него Очень часто Выбегает Когда мы Отправляем У нас Такого Нету А у него Прям Скоростник Чёртов Ну что Палыча Причём Этот Тигр Палыча Рвёт Вообще На ура Вот это Конечно Меня Очень Сильно Раздражает Ну что Там За фрезы Ещё Пошли Вот это Ребята Периодически Подбешивать Начинают В играх У меня Часто Начинаются Фрезы Кстати Тут Я заметил Захотел Страйкфорс Поиграть От Марвел Ну помнишь Да Эту игру А её Почему-то Нету Она исчезла Из магазина Она исчезла Даже у меня Она у меня Стояла Ну на эмуляторе Она даже С эмуляторов Исчезла Прикинь Видимо Её То ли Закрыли Игру То ли Я не знаю То ли она Как обычно В общем Не знает Что произошло Ей Но её Нету Иди ты сюда Ниндзя Достанет Ведь Одну Уничтожаешь Он вторую Высылает Так В уголову Давай выходи Ну Давай Бомби туда Чтоб Было им Неповадно Карточка На тигра Ну всё Тут уже победа Вот и прекрасно Получается у нас Последний поединок И здесь Да И здесь все Гадёныши Собрались Блин Богиня Солнце Ну тут Ниндзя Я сомневаюсь Что вот этим Отрядом Я смогу Здесь что-то Сделать Поехали Я рискну Я не думаю Что он Будет Здесь Ронина Выпускать Первым Или будет Мой побежал Здравствуйте Приехали Какого лешего То блин Ну как Так-то Слов Нету Ну да Вот теперь Когда он Нужен Своим Бегом Фиг Ты его Дождёшься Этот бег Сейчас попробую Ведьм А тут Всё Тут Хана Ребят А нет Да Ядрён Матрён Ну всё Испортил Мне Ну Ну ты Посмотри Поехали Влупляем Отлично Шикарно Превосходно Просто Ещё И даже Сила Голода Сила Голода Да Соберите Бонусов Маны 15 Собрали Ну-ка Смотрим Сундук Нефритовой Империи Забираем Это всё У нас Прокачано И переходим На территорию Нежити Собственной Персоны Так Банши Плюс Голем Банши Плюс Голем Ну что Есть идейка Позвать Фехтовальщика Или же Всё-таки Сразу Начнём Не Наверное Сразу Начнём Да Блин Ну вот Это Вот Сейчас Начнёт Орать Психованное Сейчас Психичка Начнёт Орать Джаггер Ты Продвинься Хоть чуть-чуть Всё Молодец Красавчик Продвинулся Клетку На А горлопанка Не попала В клетку Да Получается Нет Конечно Зато Камикадзе Их наказал Всех Всех Наказал Сейчас И мол Этот Ползунный Успел Зарвать Да нет Голем Здесь Уже Ничего Не Сделает Колоссально Что Двигаемся Дальше Тут Кто Прибавится У него Ох 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 Так Ну здесь Здесь Наверное Всё-таки Будем Отыгрываться Этим Отрядом Потому что Здесь Прыгун Насколько Я помню Он начинает Прыгуна Вызывать Самым Первым Разве Нет Я ошибся Значит Ребята Почему-то Я думал Что будет Первым Очень Интересно Я Я просто Жду Прыгуна Вот он Идет Вот он Идет Друзья Есть Я специально Ждал Я не тратил Ее Именно Для этого Момента Я знал Что он Рано или поздно Выбежит И начнет Дурковать Ну Это мой косяк был. Просто он взял, выбежал. Успел выбежать и в устельке, естественно, разнес мне замок. Давай, руби их там всех в капусту. Ну что, луч? Поехали. Надо же. Тут даже быстрее уничтожили, чем в прошлый раз. Лучом мы его задели. Ну, фух. Фух, повезло-то сейчас, как крупно, а? Как крупно повезло. Он опять прыганул, ну ты видел, да? Я, слава богу, я успел вызвать нашего рыцаря-мага, и он его наказал. Он его наказал по полной программе. Так, ну здесь можно отыграть, наверное, я думаю, и вот этим отрядом. Поехали. Тут когтистый, как мы видели, и кто-то там еще. Покатишь, да благодать. Ну что ж, с Джиггернаута начнем. Блин, Джиггернаут когтистый явился еще. Ё-моё. Давай зомби тогда отправлять. Зомби-камикадзе. Всех, всех в лохмоте. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, добегай, добегай, добегай. Есть. Джиггер, выходи. Пока наш фехтовальщик там в истерике. Е-е-е. Е-е-бой. Нормуль. Два Джиггернаута там. Тьфу-жу-жу, своими клешнями. На-а-а. Замечательно. А я даже не сомневался. Ну-ка. У нас предпоследний поединок. Е-бое, этот прыгун. Этот прыгун такой же опасный, как и Ронин. Так что недооценивать его не стоит, этого прыгуна. И всегда нужно быть на чеку. Ты видел сегодняшний пример, когда он выскочил. Просто никто не ожидал, что он просто вот так вот возьмет и рванет. Поэтому вот здесь вот выжидаем момент. Прыжок, как только он делает прыжок. Ну, здесь нам повезло. Повезло почему, ребят? То, что он вышел без истерики. То есть он не прыгнул. Хотя рыцарь-маг, конечно, бы мог бы ему противостоять. Но все равно надо быть на чеку, ребят. Видишь? Здесь он перепрыгнул. Поэтому надеяться на нашего прыгуна тоже не стоит. Перепрыгнуть любую цель, блин. И побежит бомбить. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Потому что прыгун мог вылезти и побежать. И все. И мы бы не остановили бы его. А бежит он далеко. То есть хватило бы добежать до замка и нанести урон. Так, последний этап. Вопросы очень интересные. Смогу ли я вот этим отрядом победить Старого Война? Старого Война, он очень, ребята, много... О, он наносит урона. Так, мало того, что он наносит много урона, он еще и оглушает. Как бы такая топ-имба, скажем. Ниндзя, ну куда ты... Давай молотильщика. Эх, сейчас огребет. Ну-ка. Очень, 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 очень медленно, ребята. Идет наш Таракотовой Войн. Ех. Хе-хе-хе-хе. Это молотильщик, ребята, выпустил свою циркуляру и... Ну ты видишь... Вот, вот он. Он, блин, явился, ребята, из преисподней. Корнеплод, срочно. Блин, а мне тут... Мне тут, наверное, не поможет, блин, богиня солнца. С его-то оглушением. Да тут даже не в оглушении, ребята, дело. Ох, сейчас дойдет. Да куда он глушит. А этот его захиливает. Молотильщик, ну выручай, блин. Молотильщик, ну ты будешь срабатывать свои корни, блин, а? Ну, выпусти-то свой пилот, а ну... Да никогда он... Он, вот, чтобы у меня кто-то выпустил. Да никакого быть не может, понимаешь? Они, посмотри, что делают. Они занимаются, ребят, перекачкой. Просто захил идет. Офигеть какой, захил идет. Вместо того, чтобы молотильщик хотел... Хоть разочек бы. Ну, ну, и что мне это дает? 16 секунд. За 16 секунд вы хотели, чтобы я уничтожил ему замок? Да нет, это все, ребят, это фейл. Да. Буквально там не хватит чутка. Секунды не хватит. Ну, все, сфейлился. Не хватило буквально вообще мизера. Ай. Да я и так и думал, что это... Нет, мы бы выиграли, если бы... Ну, я не знаю, молотильщика бы здесь, наверное, не было бы. Или если бы он хотя бы выпускал свою пилу. Там просто эти сзади служители тьмы, они делали перекачку. Они начали перекачку делать на боссе, ну и, соответственно, продолжили ее. Ну, энергии у нас, по-моему, нету больше. Нет, подожди, есть. Хи-хи-хи-хи. А вот теперь давай-ка мы посмотрим. Старый хмырь. Дед, старый воин. Сейчас я тебя устрою взбучку. Такую взбучку на всю жизнь запомнишь. Просто приборзел со своими служителями тьмы. Сейчас ты встречаешься с неистовостью моего отряда. Поехали. Вызывай кого хочешь, тут тебе никто не поможет Хмырь ты болотный Тут просто будет рванина Рвать, рвать, еще раз рвать Сейчас тут всех разорвем Ага, он уже почувствовал, ребят, на себе Нашу прыть Это что за бомжара вышел там, я не пойму Что за бомж там с перекачкой вышел На, нафиг Давай, где там твой старый воин Я готов, я жду его Че он там сразу испугался-то Вот он явился, явился, родной Ну так получи тогда Все, вот тот и оно Охламон еще несчастный Только умеет со слабенькими отрядами воевать Как только посильнее вызвали, все, сразу же обделался Сразу же, ребят, обделался Да, вот так вот Ну что, у нас, ребят, территория роботов Но я что-то не уверен, что мы с вами ее начнем даже проходить Потому что Да, энергии, к сожалению, вообще не осталось Тогда на этом Позвольте откланяться И всем удачи И до новых скорых видосиков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!